встроенная фигура тоже не мечтает об этом но какой вес считать идеальным то сексуальней пудышки или толстушки и с какими сложностями в сексе сталкиваются те чьи параметры не соответствует общепринятой норме здравствуйте с вами я юрия бортник и тема нашей сегодняшней программы диетический секс знакомьтесь наши герои доброго дня меня зовут анастасия мне 26 роков я уже рік проживаю шлюби с михайлом привет меня зовут михайло мне 28 роков на разом вихожу настя на доньку веронику наша основная проблема это постойное желание моей дружины похудать я буду стройнейшую мне впринципе и делать не потребно как на меня она как раз в тей весовой категории которая мне подходит яка я задоволеный я худна для того чтобы чувствовать себя впевнено и для того чтобы михайло не втрачал до меня сексуального интереса я боюсь того что я ростовстю и он пида я боюсь остаться ему непотребною мы познайомились минулого року в нашей спильной компании среди наших спильных друзей с того самого дня мы начали встречаться наши стосунки динамично развивались динамично десь на день третий четверти я уже зрозумев в принципе это моё я чувствую что я хочу бачити цю людину біля себе кожи не мы фактично одразу вирішили одружиться буквально ще після місяцю зустрічань перші місяці все было дуже добре і задоволення від сексу було на грані фантастики настя была дуже худою перше що я хотів в ній що вона трішки килограмм набрала бо я не є собака щоб кидатись на кості я вже переживав може бути якась хвороба то ли анорексія я хотіла догодити чоловікові приготувати йому щось смачненьке чимось його здивувати і він постійно поїж поїж зі мною поїж поїж я почала набирати вагу плюс один плюс півтора плюс два і коли вона вже чуть-чуть почала поправлятися я от заметив що ці форми для мене сами раз тобто це була гарна фігура це і красива попка і пишний бюст я важила 60 кг це мене дико засматило я перестала собі подобатися у мене почалася депресія я знову ж таки в дієту але з часом почалися проблеми через мої дієти сварки з Михайлом виникали майже кожного дня я замітив що для мене вона постійно готувала шикарно а сама в принципі нічого не їсть бувають ситуації коли треба на неї накричати навіть рявкнути бо для того щоб її заставити щось поїсти вона настільки себе вимучує вона настільки втрачає будь-які сили будь-які бажання для чого-либо що просто перетвориться з людини в овочі я зараз дуже слідкую за своєю фігурою зараз я вежу 55 кг при зрості метр 62 тримати вагу дуже важко це коштує титанічних зусиль я перепробувала танці спорт біг по стадіону дієти плюс я перепробувала різні сурвенти які очищають від шлаків чаї для схуднення з сочогінним проносним ефектом пробувала фуросеміт але це не давало ніякого видимого ефекту вперше серйозне схуднити мені вдалося тільки коли я спробувала викликання блювоти фактично півроку часу все що я їла я завертала абсолютно все і за рахунок цього я схудла я постійно говорю про то що вона сексуальна я постійно говорю що вона в мене сама сама і що вона красива і любити її буду завжди вона не вірить то я нині пункт це 55 кілограм і якщо кілограм більше то починається знову злості і постійні плачі крики на рахунок того що повинна вона відповідно із сексу в нас становиться менше дуже часто вона до ліжка приходить в клейонці просто обмотана клейонкою мені це не подобається секса немає тоді коли я незадоволена собою а якщо він є то це відбувається при виключеному світлі під ковдрою це моя обов'язкова умова під час дієти не хочеться нічого тому ні про який секс навіть не може йти мова спочатку шукав причину в собі і думав що можливо я щось роблю не то чи не так що вона мене то хоче то вона мене не хоче потім я помітив що коли дієт нема і вона себе не мучить все шикарно секс регулярний кожен дневний відносини наші тепліші і взагалі все відбувається набагато набагато краще мої дієти вони псують моє життя повністю псують наші відносини стрімко йдуть на низ оскільки постійні комплекси постійне небажання я дуже хочу щоб вона мені народила дитину я готовий наді того на все але я панічно боюсь вагітнити зі свого власного досвіду я знаю що дитиною нікого не втримаєш я буду стану товстою 90 кілограмовою непотрібної міщі корови я хочу щоб ми будували нормально здорову сім'ю я дуже люблю мішу це саме та людина з якою хочеться прожити до самої старості я дуже надіюся що ця програма допоможе мені тримати себе формі і щоб це не відображалося на міші а разобраться в этой теме нам помогут наші експерти врач психотерапевт Виталий Дьяконов гинеколог Викторія Сеснина сексолог президент Української ассоціации андрології сексуальной медицины Николай Иванович Бойко психоаналитик Анна Кушнерук художник шоумен Ричард Горн як ви поняли це наш герой Анастасія Михайл ми услышали вашу історію але хочеться щоб ви для нас ще раз дуже чітко і понятно сформулировали проблему з которой ви к нам пришли я хочу удерживать постоянно стабільний вес тот который мне нравится для меня идеальний вес это 55 кг не больше і как ваши кілограммы влияют на ваши взаимоотношения коли в ней 53 вона мені перестає подобатись як жінкам вона худеща а коли 58 то есть я вже розумію що он там іде вже на поправлення вы как-то отношения свои измеряєте кілограммами що меняється ваших отношениях от Настя в своєм ідеальному весі і проблема в то що вона настільки вливається либо в похудання либо в набирання з тими всіма бадами з тою-свою фигньою що реально там на мене часу не хватає плюс до того всього то є постійні ниття постійні плачення от я грубо я товща я некрасива і так дальше я стараюсь її максимально підтримувати максимально об'ясняти і що мені і так підходить як є а скажіть як на секс це влияє в першу чергу влияє на те що я не бачу як він відбувається чувствую але не бачу це коли вона набирає то есть коли вона бачить що вона собі не подобається відповідно немає не бачити ніхто і як це відбувається в основному ночі то есть опять ж таки переходит до того що секс у нас відбувається тільки ночі хоч чуть-чуть там в сумерках можна що-то рассмотреть или ніколи якщо надіємося на нашу львівську погоду а на неї надіяться дуже важко так що місяць нас дуже рідко в концові получается що повна темнота знаєте у мене пропадає желание к сексу абсолютно я йду чисто імуна уступки когда он хоче то пожалуйста в темноте под одеялком щоб ніхто не веде і скільки раз в місяць у вас происходит секс когда Настя набирає вес чотири рази в місяць а когда Настя худе і вона себе нравится тогда как тогда зовсім інакша проблема тогда я вже чувствую що я не стягаю а чого часто ну да часто якщо ти собі набрав одного такту і розумієш там раз на місяць а тут день другий третій а ще плюс робота а тижня приходиш і кажеш дай поспати а все-таки змінення существенні да когда Настя стройнеет і начинать себе нравиться сексуальна життя у вас становиться разнообразнее і соответственно чаще да определенно чаще в десятки я би навіть сказав ну тогда давайте в количестве сколько раз в неделю давайте в неделю 7 це як мінімум о то есть это ежедневно происходило а иногда і по несколько раз у меня тогда проявляється дикое сексуальне желание когда я себе нравлюсь а расскажите все манипуляции которые проделывает Настя с собой вперед когда она худеет как вас впечатляет та впечатляет знаєте ну реально можно брати фонарик светити і мати світу музыку дома потому що коли вона в тих всіх обмотках воно ж все блестить а чем она обматывает звичайно кліонка обмотуються як мумія лягаю кажу ну що я я не тут анхамон Настенька а зачем вы это делаете чтобы сбросить вес а за счет чего ну если еще к этой кліонке бег тогда килограмма уходит намного быстрее ну это уходит вода а не жир а вы обматываетесь клеєнка я так понимаю по словам Михаила вы так спать ложитесь ну я еще делаю антицеллюлитные всякие штуки какие расскажите крема втираю обматываю клеєнка чтобы они лучше впитывали чтобы кожа не была дряблая и так вы спите в этом после похудения кожа ужасная на вся дряблая а что вы начали говорить какие-то банки бады что это такое ціла куча банок яких от зранку пришла ж меню бах в обід пришла ж меню бах а что это такое вообще как вы думаете или вы знаете что это ну судя по тому що вона их выпиваю и хвилин за 20 летить в туалет я розумію не только а что что расскажите ну специальное средство с биотином для укрепления волос потому что во время диеты ужасно выпадает то есть это для волос а не для похудения для волос и для похудения то что вы там слабительно употреблять это правда употребляете слабительно ну в этом уже нет ничего такого употребляю и сколько вы сбрасываете килограмм вот когда вот этого всего напьетесь 23 в неделю если еще к этому всему бег физические нагрузки тогда может быть и пять и как это отражается на вашем здоровье но вот постоянно пить слабительно вас уже нет зависимости от этого постоянно я его стараюсь не пить от него ужасно вылазит волосы не хочется полосе быть худой лысой как-то не очень сколько раз в неделю вы пьете слабительные если я на диете то хотя бы два раза его нужно выпить Миша как вы на это реагируете там я уже объяснял мне она подходит к яка она и будет чуть-чуть певнее но вы понимаете она же хочет быть идеальной для вас в ней так для меня идеально но и так для меня я моему тем единым яки я соби выбрал я объясняю я не люблю коли ты хода бабе маю бути файна ну да конечно якщо жінка сходишки в 55 распаслася в жертвец на 90 то просто людина сама за собою не дивится и абсолютно безразлична та жизнь вы сказали хорошую фразу что она для вас ваша единственная но вот если так произойдет и она набирает огромное количество веса и весит вот 90 килограмм вы тогда от нее откажетесь я пообещал ей особисто что вы от нее не откажешь но я не сказал что ее життя вытого станет краще будьте пилите ее конечно что буду а с другой стороны я тоже могу запитать а а як ты у сонечку будешь относитесь до мене я буду важитесь топи и сам его дядя зеркальною хворобою треба подойти до дзеркала чтобы побачить где он там настя понимает вашу реакцию в случае того что может произойти и поэтому она и старается держать себя максимально жестко в руках я хочу чтобы у нас себе максимально жестко в руках не тримала не у нас женщин так не бывает вы можете даже не мечтать вы замечаете изменения в теле настя я вижу в ней только когда она худеется я не собака чтобы на кости кидаться она сразу становится костлявым а ну там вот шкура и кости тогда скажите вот ком весе она должна находиться чтобы вам было это и не слишком жестко но и не слишком жирно 62 нет нету не особо нравится почему вот давайте вы нам расскажете о том что вы чувствуете почему вы настолько на этом зацикленный когда мы с ним познакомились я была худышечка и и он мне сказал попробуй только набрать хоть килограмм миша миша не в курсе не 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 может это вы каждый день говорите настя худей настя худей человек себя производит настя расскажите нам как на самом деле обычно это происходит так чтобы животок зевы все или сижу в шортах чтобы целлюлит мелкие замечания они присутствуют постоянно и они очень неприятные у меня сразу депрессия шок паника я иду к зеркалу меряю какие-то свои прошлогодние вещи понимаю что я в них не влажь и я себя чувствую очень подавленной ну сложно миша тогда будем разбираться виталий скажите нам пожалуйста почему многие убеждены что у худых людей секс гораздо лучше чем у полных миф о том что люди худые имеют более сильно выраженную сексуальность или страстность или являются более горячими любовниками ты навязанным модными журналами художественными фильмами было проведено одно интересное исследование и доказали психологи что очень часто полные люди комплексуют из-за своего веса и чувствуют себя менее привлекательными и вот как один из способов компенсировать непривлекательность это как раз становиться более открытым сексуальным контактам более раскованными в сексе более склонным к экспериментам определенным женщины которых мы говорим сегодня прежде всего они страдают от ощущения себя некомфортно с лишним весом так или иначе мы во многом аутоэротичны мы являемся для себя самым сексуальным объектом дело в том что вот этот животик который появляется при набранном набранных килограммах грудь который излишне увеличивается она так или иначе формирует в нас в зеркале впечатление о том что я мама беременна кормящая супруга супруга и многое другое настя я знаю что у вас есть ребенок да от предыдущего брака в этом браке у вас деток нет нет хотелось бы конечно вам хотелось бы настя ему до сделала вот такое лицо я не хочу проводить такие эксперименты над своей фигурой мне больше не повезет так как повезло с первым ребенком я была полная весила около 80 килограмм до беременности до я не могла скинуть вес абсолютно никоим образом и только благодаря беременности и жуткому токсикозу я смогла скинуть 15 килограмм вы рады тому что вы похудели а вы вообще задумывались о том что возможно это может как-то отразиться на здоровье ребенка конечно задумывалась я и пила таблетки выписанные врачом от токсикоза я все меры использовала которые только можно чтобы ей не было хуже и вас такой был бонус до минус 15 здоровый ребенок чего же вы боитесь сейчас у меня масса знакомых подруг у которых во время беременности что-то пошло не так и их пичкали гормонами и некоторые из них уже по восемь лет не могут со своих 90 килограмм в минусовую сторону не на килограмм то есть вы боитесь того что вы родите ребенка и наберете большой вес да миша рядом с вами женщина которую вы любите она прекрасно выглядит но она абсолютно четко заявляет вам я не буду рожать больше детей потому что я хочу быть стройной вас это устраивает само собой нет конечно я хочу настя скажите не боитесь ли вы потерять михаила из-за того что вы не готовы рожать от него ребенок вы знаете как-то я об этом не задумывалась то есть вы больше боитесь что он уйдет если вы располняете да серьёзно если мужчина находит свою женщину с которой он готов идти по жизни если мы говорим о любви и о создании семьи то ему неважно набрала она 10 килограмм или потеряла 15 моя мама набрала очень много килограмм после того когда она меня родила и в этом весе она остается до сих пор мои родители живут 37 лет вместе я всю свою жизнь вижу как мой папа любит и оберегает мою маму и у нас нет в семье разговоров что она жирная или там толстая да мама тоже себя изнуряла диетами она пыталась все но она так и не смогла этого сделать она не похудела поэтому я когда слышу о том что девушка боится что ее муж бросит потому что она наберет пять килограмм мне страшно это значит одно для меня что в вашей семье нет любви виктория сегодня большинство женщин стремятся к тому чтобы быть худыми и это воспринимается как признак здоровья хотя раньше все таки признаком здоровья считались пышные формы и женщины в теле да да абсолютно верно крепкие женщины с пышными формами с широкими бедрами всегда ассоциируясь с функцией деторождения и подсознательно партнерами всегда выбирались как будущие мамы анна скажите пожалуйста откуда же взялась вот эта мода на худобу главной функцией женского тела было показать способность рожать тот момент когда женщины активно входим в политику и культуру мы заявляем что я не только для того чтобы рожать я не только для того чтобы дарить удовольствие я человек тогда ричард скажи пожалуйста как худышком относятся вот такой мужчина как ты вы знаете я в первую очередь всегда отношусь к людям так как они относятся к сами к себе я вижу перед собой красивую стройную девушку но вы однозначно себе не нравитесь ни в том весе не в этом весе и у меня сложилось такое впечатление что ваше тело это враг она с настей поссорилась и типа ах счастья тебе на журу еще четыре килограмма и он тебя бросит о чем это говорит о том что настя в первую очередь к сожалению в свои 26 лет не умеет договориться сама с собой николай иванович я верю в то что вы сейчас скажете что есть идеальный вес которому все женщины должны стремиться многие ученые над этим работают но в частности я хочу привести данные ученых абердинского университета шотландии которые исследовали корреляцию между сексуальностью и весом показали что как раз идеально сексуально женщина рост 170 и 70 килограммов веса не такие уж и худышки если так представить себе это довольно таки женщины в теле причем скажем так в здравом теле но мы говорили о том что лишний вес он не полезен для здоровья но здесь вообще не модельные какие-то получаются параметры слегка избыточный вес по последним данным оказалось что даже полезен американские исследовали провели до ста экспериментов и показали что люди слегка избыточным весом легче сопротивляются сердечно сосудистым заболеваниям заболеваниям легких и более того даже у них смертность ниже настенька скажите пожалуйста вы к диетологу когда-нибудь обращались вот к специалисту никогда не обращалась к сожалению то не доходили ни руки ни ноги вы все вот эти манипуляции с собой проделываете исключительно основываясь на чем интернет вы находите в интернете диету какую-то да читаю отзывы о диете вы на какой-то одной конкретной диете сидите или это какие-то разные такой разные расскажите какими вы увлекались их две они очень похожи 6 лепестков и любимая разница в том что одна десятидневная а вторая шестидневная но седьмой день все-таки выход питьевой а что значит питьевой то есть целый день вы пьете только пьете ничего не идите сложно придерживаться всех этих правил мне лично очень сложно у меня падает уровень глюкозы в крови и мне начинаются обмороки бессилие бывает ли у вас срывы срывы бывают и всех добираясь до холодильника его опустошаю а потом что происходит потом я себя гноблю и заставляю себя на следующий день если он там белковый или углеводный целый день просто пить я себя так наказываю как это отражается на вашем самочувствии плохо очень плохо и желудок болит ногти ломаются волосы выпадают кожа становится сухой у нас полный зал женщин я вижу что впечатление у всех разные кто-то хочет что-то сказать по этому поводу можно передать микрофон пожалуйста вот туда наверх ушка остановитесь пока не поздно еще пару лет таких диет и вы испортите себе здоровье а ведь без здоровья вы никому не нужны настя вы прекрасно выглядаете я бы сказала наветь идеально я бы сама дуже хотела такую фигуру як у вас ходнути вам не варто когда ребра выпирают и кости торчат и нулевая грудь это просто реально отталкивает спасибо вам большое виталий скажите пожалуйста почему люди которые все-таки берутся за себя так жестко начинают придерживаться диет почему же они все-таки срываются есть несколько аспектов во первых организм пытается вернуть нас нормальное привычное состояние из-за этого происходят срывы второй вопрос это недостаточность мотивации нереалистичность запроса еще один момент это то что просто неправильно бездумно опять же таки подобранная диета которая может просто человеку априори не подходить и статистика говорит нам о том что из десяти женщин которые начали диету так называемую только одна эту диету заканчивает виталий я так понимаю что опыт у вас богатый поделитесь пожалуйста с нами какие самые нелепые диеты вам известны диета вампирская предполагает то что кушать можно на закате до утра утром с рассветом человек прекращает кушать дальше вторая из диет нелепых это диета алкогольная тут различные есть интерпретации мне кажется знаете инстинктивно часть нашей страны этой диетой пользуются там есть разные версии начиная от того что на 100 грамм еды выпить полтора литра пива и заканчивая различными сочетаниями крепких алкогольных напитков шампанского третье диета это знаете завести питомца только питомца не домашнего а в виде гельминта завести внутри себя то есть глисты заводят глистов до от которых потом избавляется на протяжении многих лет еще версия это некие baby диеты когда питаться рекомендуют только детскими смесями из такого что имеет отношение к нашей теме и из всех вышеперечисленных наверное самое безобидное это сексуальная диета когда предлагается после каждого приема пищи заниматься сексом она сидит я вижу и вычисляет так ну допустим про алкоголь нет а вот по солнцу это вариант я уже не казал какие варианты ему больше сексуальная понравилась николай иначе раз уж мы заговорили о сексе тогда расскажите нам пожалуйста как же диеты влияют на сексуальность и какие есть продукты афродизиаки вот мне трудно верится в то что настя когда худеет вдруг у нее просыпается такой сексуальный аппетит и тут же она рассказывать о том что как это и тяжело как это как это мучительно как это болит желудок как это слабость вот это собственно она рассказала как влияют диеты на сексуальность организма мы уже не говорим что она теряет необходимые витамины аминокислоты может быть какая-то диета из продуктов афродизиаков например это моллюски и улитки которых содержится цинк необходим для выработки тестостерона тот же фосфор который находится в рыбе способствует выработки спермы это авокадо содержащие витамины а е п п природные гормоны которые приводят к тоже повышению потенции черный шоколад который благотворно влияет именно на организм женщины благодаря кофеину теобромину вызывает эротическое возбуждение увлажнение женских половых органов и те же специи те же острые соусы благодаря наличию группы витаминов b приводит к возбужденному состоянию организма имбирь улучшает деятельность интимных мышц женщины анна скажите а как диеты влияют на психологическое состояние женщин человек на диете будет чувствовать себя либо очень агрессивно в какой-то период времени вследствие того что он видит соблазн но не удовлетворяет такой скорый путь какой-то до насыщения либо наоборот это абсолютная апатия это заторможенность это обстиненция это невозможность концентрироваться на каких-то отдельных темах виктория скажите какими могут быть последствия неправильной диеты хотя мы уже поняли что диета это в принципе неправильно но если злоупотреблять детям к чему это может привести настя описывала ярко начало проблем это тусклые ломкие волосы это сухая кожа зачастую дальше начинают страдать внутренние органы первый удар на себя принимать желудочно-кишечный тракт это гастрит это язвы это может быть тяжелый панкреатит особенно женщины к этому склонны если проблема заходит еще дальше то страдает уже и сердце из-за дисбаланса микроэлементов минерала это камни в почках очень сильно страдает репродуктивная функция начинается все сбои менструации а потом они вообще могут совершенно пропадать из-за рвота может быть разрывы вен пищевода тяжелое кровотечение насенька вы говорили о том что вы вызывали рвоту расскажите нам как вы вообще к этому пришли но я не могу сказать что я систематически вызываю рвоту это было несколько раз и мне это ужасно не понравилось потому что у меня потрескали сосуды на лице и на глазах я решила больше к этому методу не приходит зачем когда наедаешься опустошаешь холодильник во время срыва нужно же куда-то это все вот я рассказывала коллегам и всем курсом сопереживали когда хоронили мою коллегу в возрасте 27 лет от того что она не смогла справиться и когда она уже понимала вот первые звоночки были булимии и вот этого компульсивного поведения когда она понимала что она не может справиться но думала что еще немножечко и все пройдет не прошло и никто не смог уговорить в итоге тяжелая почечная недостаточность и человек погиб у нас в студии есть девушка которая настолько увлеклась диетами что едва не распрощалась жизнью давайте послушаем историю здравствуйте представьтесь меня зовут настя сколько вам лет насти мне 20 расскажите чего все началось с 8 лет у меня постоянно мама говорила что я толстая что я много ем и вот когда мне было 16 лет я как-то после новогодних праздников смотрю на себя в зеркало и понимаю что все больше что продолжится не может я уже начала весить 65 килограмм для меня это было очень много и я начала худеть но все равно я себе не нравилась у меня почему-то самого начала была цель 48 килограмм рост вас 72 и до какого веса вы похудели максимально до 40 килограмм а почему же вы не остановились на 48 потому что это вошло в азарт и мне хотелось это как спортивный интерес да да родители как на это реагировали папу мог ударить за что я похудела его это жутко раздражало на то что вы так потихоньку на глазах умирали их это не смущало а папа смирился с тем что я умру он считает это нормальным но ты умрешь ну окей как вы вышли из всей этой ситуации меня положили в больницу я начала есть я не знала меры я начала очень стремительно набирать вес я поправилась до 75 килограмм от 40 до 75 за три месяца молодец продолжать у меня проблема с гинекологией мне выписали какие-то таблетки от поликистоза или что-то такое если их выпить все за раз дневную норму то меня рвет я специально покупала эти таблетки пила их и как бы наедалась и не рвала и так и похудела до 60 килограмм за какой период забросили получается 15 килограммов за за два месяца чем закончилась вся эта эпопея закончилась тем что потом я смогла рвать без таблеток и вот я просто не могу остановиться мне уже не хочется это просто вошло в привычку сейчас я прохожу лечение так как сама не могу с этим справиться и вы пришли сегодня со своим врачом да здравствуйте здравствуйте представьтесь пожалуйста меня зовут потонич валерий александрович как вам пациентка ваша пациентка наша молодец во первых потому что это редкий случай когда клиент сам обращается по собственному желанию за помощью и за две недели у нас уже есть хороший результат скажите пожалуйста возможно вы хотите что-то посоветовать нашей героини исходя из своего очень богатого жизненного опыта надо научиться любить себя просто не стоит рвать потому что это потом вызывает привычку и то что вы обматываетесь да это хорошо но делайте это когда муж этого не видит валерий скажите пожалуйста кто больше всего подвержен анорексии кто находится в группе риска вообще расстройства пищевого поведения подвержены больше девушки хотя последнее время отмечается тенденция роста этого заболевания у мужчин также я приведу страшные данные еще лет пять назад к нам обращались за помощью девочки 18-19 лет то сейчас это 12-13 лет и самая маленькая девочка с бульмия которая у нас была это 6 лет могу немножко пошокировать цифрами вот нас сейчас есть девочка которая весит 16 килограмм она находится в реанимации и эту девочку мы забрали прямо из самолета потому что мама ее хотела вести в турцию на отдых сколько лет со службами ей 15 лет и она весит 16 килограммов это просто мешочек костей для нашей героини могу сказать что увлечение очистительными ритуалами через слабительные через мочегонное это тоже приносит свои последствия вымывается калий из организма плюс вы начинаете с одной с одной таблетки и у нас сейчас есть девочка которая выпивает за сутки 150 таблеток слабительного и 90 таблеток мочегонного я думаю коллеги меня когда услышат у них шок потому что это невозможно несовместима жизнь несовместима жизнь викторио скажите пожалуйста с какими сложностями в сексе сталкиваются девушки женщины с анорексией в сексуальных отношениях они наверное напоминают женщин в глубокой менопаузе и те же самые проблемы присутствуют как и у женщин в глубоком климаксе это сухость влагарище это трещины это боль при половом контакте анаргазмия отсутствие снижения либидо эти женщины по сути дела ну вообще не нуждаются в сексе как таковом он им приносит глобальное неудовлетворение и еще больше отталкивает но я так понимаю что это делает невозможным в принципе забеременеть и выносить ребенка да отсутствие менструации отсутствие овуляции и женщина не может не забеременеть не выносить я хочу добавить по поводу сексуальности я не знаю ни одну свою клиентку в анорексии булимия которая получала оргазм настя у вас были интимные отношения да какого качества они были секс чтобы похудеть а удовольствие вы получали нет оргазм вы имитировали да на сегодняшний день вы вообще знаете что такое оргазм нет и что удивительно у меня уже год не было и мне даже не хочется сексуальное желание пропало вообще абсолютно у меня есть еда и мне этого достаточно валерий скажите какие же психологические причины того что женщины начинают страдать анорексии мы называем анорексию булимию болезнь нарушения контакта это болезнь нарушения принятия и понимания в семье поэтому всегда когда мы лечим эти расстройства мы привлекаем родителей либо мы привлекаем семью которая живет мужа например детей и так далее спасибо вам огромное вам огромное спасибо за ту историю которые вы с нами поделились а вам очень интересную полезную информацию спасибо большое насенька вопрос вы оргазм испытываете да регулярно нет нерегулярно это взаимосвязано как-то с набором или сбрасыванием веса взаимосвязано когда лучше объективно честно с набором когда набираете тогда оргазм испытывать а когда сбрасываете нет если интимная жизнь нашей первой пары разладилась из-за того что анастасия считает себя слишком полной и стремится любым способом похудеть то секс в нашей второй паре практически сошел на нет но даже это не мотивирует их заняться своим весом и сесть на диету знакомьтесь наши герои меня зовут юлия мне 26 лет я состою в гражданском браке с сашей мне зовут александр мне 28 лет я в отношениях с юлей уже четыре года у нас проблем из-за моего лишнего веса и ее лишнего веса мы не заводим больше друг друга она не хочет меня я не хочу ее саша мне дело предложение но его очень обидела моя реакция у меня реакция не было никакой свадьба нас не стоит сейчас вопрос нам на данный момент надо разобраться между собой как нам жить дальше что нам делать саша говорит поженимся все изменится ну как что-то может измениться появится штампы тут магия произошла в жизни все меняется так не бывает четыре года назад как-то приехал хмельницкий и увидел юлю мне понравилось ее лицо ее глаза ее тело ее серьезность неприступная средства такая впервые интим произошел у нас первый новый год все было по-животному дерзко и на полу и на кровати и на балконе и стоя по-разному кому-то отдыхать и после этого как-то вот я влюбился первые два года у нас была совершенно идиллия не было скандала он ходил очень активно посещал спортзал у него была хорошая фигура он весит около 80 килограмм у него же проведение кубики уже были юлия была очень страстная ко мне она с меня не сводила глаз мы занимались сексом почти каждый день в разных позах но это было первых два года на данный момент саша стал себя мало контролировать в еде то есть он весит 130 килограмма весил 80 то есть на 50 килограмм на четыре года вправе сейчас у меня нету сил воли насчет еды когда на вкусные я не могу перестать кушать особенно ночью не хватит захавать вот он как раз поел вот через полчаса он захотел еще кушать поэтому он съел пол килограмма пищени запил литре молока то что он выпивает полтора литра молока за раз это для него норма для меня это дико я понимаю что это вредно очень для моего здоровья это ли вредно для сердца но я не могу с этим ничего поделать саша может ничего не делать то есть я еще прихожу домой убираю готова она как бульбозер мне юля пилит за то что много ем не воспитанный не умеет себя вести среди людей саша по жизни не воспитанный агрессивный хам бывает такое что постоянно ору на ней кроме матом все на жены этом или корова там или овца меня не привлекает ее телосложение что вот она как бы когда после душа приходит в комнату сразу видны эти пока по сторонам мне его придирки не нравится потому что они неконструктивные то есть они сижу на месте на данный момент я похудала вешу 80 килограмм хотя весело 92 бывает одевает одежду которая мне не нравится даже домашний как в колхозе доярка меня пугает то что я ее хочу все меньше и меньше 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 лишний его вес влияет на секс очень сильно потому что он не может быть сверху как бы мне очень сложно и ему очень сложно у него потом ужасная одышка отключение что не просто становится сердце и сверху сложновато мне потому что первых он широкий и вторых мне как на батуте скачу мне лень менять позу из-за того что у меня лишний вес саша очень быстро получает оргазм мне кажется из-за его лишнего веса две минуты все меня разрывает раньше так не было бывает что я вот если сметаны наемся и все я спрашиваю ты кончил нет я не хочу я понимаю что она этим недовольна когда-то саша хочет секс он не делает так как все мужчины без поцелуев без ласков просто давай я хочу секс вот у нас нету при людей поэтому когда все это начинается это даже дискомфортно и неприятно потому что я к этому не готова я бы пошел на уступки прелюдию заниматься сексом но если бы она пошла бы на уступки заняться сексом это в таких экстремальных местах это в лесу на крайней горы фарки ну юля стеснительно что есть к нему любовь мы уже не такая яркая не такая глубокая больше похоже на привычку я ее очень я не хочу ее потерять я хочу чтобы наш у нас все опять огонь страсть любовь бах-бах-бах в душе я чувствую шоу я готов поменять и во первых для себя и для то есть если программа мне не поможет кто-то уйдет встречайте юлия александр очень рада вас видеть рассказывайте чем вы к нам пришли у нас проблемы в том что саша не хочет заниматься своим телом как бы даже не начинает как вам это мешает на то очень мешает в интимном плане расскажите подробнее мне очень неудобно то есть как бы если саша сверху не очень тяжело если я сверху не тоже тяжело а почему потому что как на батуте саша вас это устраивает меня лишний вес есть конечно из-за этого лень когда приходишь с работы уже ничего не хочется хочется просто лечь и ничего не делать а секса хочется при этом 50 на 50 с одной стороны и хочется но когда юля все сделала сама да я так привыкну не так удобно ну а задумываться о том что женщина тоже должна получить удовольствие или не должна она в сексе получают удовольствие подумать от чего мужского достоинства это просто от того что это достоинство есть есть дюлечка вы получаете удовольствие от того что у александра есть мужское достоинство через раз потому что саша ленится он вот ложится на кровать и Говорит, давай. Все, я готов. А я не готова. В процессе я уже не дохожу. А какой вы хотели бы прелюдии? Ну, поцелуй хотя бы. Мы даже не целуемся. Почему отсутствует прелюдия? Ну, я не знаю, честно. Не хотите? Может быть. Расскажите, как вы познакомились с Юлей? Раньше, когда работал на выставках, я был как Казанова. В каждом городе по девушке. Ну, был похудее. В спортзал ходил, занимался собой. У меня даже тогда были кубики. В серьезных отношениях я не хотел ни с кем. Абсолютно. Когда я встретил Юлю в Мельницке, у меня была одна мысль. Своё получить и отпустить. Она меня пригласила домой, познакомила с мамой. После ужина, когда мы пришли в комнату, мы начали целоваться страстно. Ну, думал, все, сейчас вот случится Happy New Year. Ну, она мне так говорит, ну, ты ложишь на соседнюю кровать, ложимся спать. Я лёг на одной кровати, она легла на другую, мы выключили свет. И всё, я лежу как, извиняюсь, баран. Думаю, вот это меня, короче, кинули. И это вас зацепило? Да. Ну, когда у вас секс всё-таки случился? Каким он был? Случилось это на Новый год. Кто был инициатором? Я, конечно. Сначала было на кровати, сначала было хорошо, потом было на полу, потом ещё стало лучше. То есть у нас была страсть, любовь, секс. Самое позорное стало то, что утром пришли её родители и увидели меня голым на полу. Она спит на кровати, а вы голые на полу. Вы просто на одной кровати не помещаетесь. Ну, туда помещались. Точно. В каком Юля весе была, когда вы познакомились? Она была такой же или нет? Нет, чуть-чуть плотнее. Побольше даже была? Ну, чуть-чуть, да, так вот побольше. Но меня это не смущало. И потом в какой-то момент вдруг ваша женщина перестала вам нравиться. Я так понимаю, что вы увидели в ней лишний вес, вы говорите, там складки какие-то, бока. Да, она когда одевалась дома, честно, вот, Зая, прости, конечно, но когда я смотрел, ты стояла спиной, вот это вот идет плечи, плечи, потом раз, бока. И ты понимаешь, что ты тоже не идеал. И все. И там мой Сан Саныч говорит, да ну, ложись спать, короче. Я уточню, Сан Саныч, это ваш... Мужское достоинство. Член? Да. Это мой мега-рымник, говорят. А скажите, просто, когда вы лично виделись с Сан Санычем в последний раз? Когда в зеркале смотрю на себя. Да. Кубики ваши куда делись? Пошли на пенсию. А сколько вы лет вместе? Уже 4 года. И сколько килограммов вы набрали за 4 года совместной жизни? Ну, если я тогда весил, грубо говоря... 81. Сейчас у меня 130 килограмм живого веса. Я себя просто не контролирую, понимаете? Так вы активизируете Сан Саныча. Чего вы к холодильнику идете? Ну, Сан Саныч говорит, ну, идешь хавать, ну, иди. Сумно, у нас сегодня секса никакого не будет. А почему не будет? Я ложусь. Давай! Она... А может, ты меня как-то заведешь? Я говорю, а почему я тебя должен заводить? Я что, самый рыжий или что? Она обижается. Это... Понимаете, мы как... Лотос и нераспустившаяся роза. Ох! Да, да, ребята. А кто Лотос? Юля. Она как Лотос, а я как нераспустившаяся роза. Вы нераспустившаяся роза? Ну, шипы там... Вечно... У меня вопрос к Юле. Смотрите. Кубики пропали. Сан Саныч толкает человека исключительно к холодильнику. Лень и вообще, что это я самый рыжий удовлетворять в постели? Проблема в том, что вы хорошо готовите. Человек агрессивный, нераспустившаяся роза. Что вас держит рядом с розой этой нераспустившейся? Ну, держит, наверное, память, как это все было раньше, классно, все хорошо. И надежда на то, что будет все хорошо. Может, рыжего найти, а? Молодой, привлекательной женщине хочется, чтобы ее, как распустившийся уже Лотос, хорошенько понюхали. И подготовили ко встрече с Сан Санычем. И женщине очень неприятно, когда мужчина, с которым она живет, которому она посвящает свою жизнь, говорит, что ему лень доставлять ей удовольствие. И в один прекрасный момент вдруг появляется мужчина, которому вообще не лень, рыжий приходит. И женщина увлекается этим рыжим. И потом она уходит, и вы остаетесь со своими кубиками. Да, я согласен. Я иногда себя веду как бы неадекватно. Честно, мне еще убивает тот факт, что у нас никакого разнообразия в сексе. Юленька, оральный секс присутствует в вашей жизни? С моей стороны, да. А, то есть, Саша, ни в какую. Вопрос, Виктория, к вам. Есть ли какие-то медицинские причины вот такой пассивности Александра? Да, у Александра жировая клетчатка в достаточно большом объеме. А это огромное депо эстрогенов, женских гормонов. И женские гормоны у мужчин значительно подавляют влечения. Возможно, именно по этой причине ему лень заниматься сексом. О, он там, женщины у нас бунтуют. Передайте микрофон пока. Дорогие мои, пожалуйста, скажите вот свое мнение по этому поводу. Ну, типичный такой эгоист. И в итоге, я думаю, что закончится тем, что останется он и Сан Саныч. И будет тихо вдвоем, друг с другом, любя друг друга. Браво! Скажите, пожалуйста, Юля, у вас есть трудности с проникновением? Да. Если девушка не возбуждена, то это очень сложно и даже больно как-то. Ну, дискомфорт чувствую. А с весом вы это никак не связываете? То есть Сан Саныча вы находите сразу? Нет, в принципе, нахожу, там еще не так все плохо. Виктория, есть такое мнение, что ожирение влияет на половые органы и, собственно, на их чувствительность. Действительно ли это так? Ну, об ожирении половых органов говорить вообще не приходится, потому что для того, чтобы этот процесс произошел, необходима такая степень ожирения, что вряд ли человек сможет двигаться, не то, что думать о сексе. А вот снижение чувствительности, вообще тактильной чувствительности, вполне возможно, потому что отложение жировой ткани вызывает нарушение микроциркуляции, возникает отек, и соединительная ткань активно развивается, нарушая иннервацию, и поэтому чувствительность в области живота, ягодиц, вот яркий пример там, где скопление жира, да? да, да, она нарушается, и становится менее чувствительной. Александр, вы довольно за короткий период набрали 50 килограммов, это немало. Есть ли такая проблема снижения чувствительности? Ну, есть. Калавенш, с какими трудностями сталкиваются люди, которые стремительно набирают вес? Появляются сердечно-сосудистые проблемы, может быть, даже развиться сердечная недостаточность, проблемы с одышкой, с опорно-двигательным аппаратом, ну, естественно, половое влечение страдает. Эрекция у мужчин страдает на 4 года раньше, чем появляются какие-то серьезные проблемы с сердцем. Поэтому, если у вас пропадает эрекция, это маркер того, что у вас есть проблемы, нужно идти к кардиологу. Анна, скажите, с какими психологическими проблемами сталкиваются люди с избыточным весом? По мере того, как человек обогащает себя весом, он обедняет свою социальную активность. Люди с большим избыточным весом готовы сами отвергать для того, чтобы их не покинули. Давайте поговорим о сексе. Юлечка, вы говорили о том, что оргазм вы испытываете далеко не всегда, потому что вы не успеваете. Но вы об этом откровенно говорите, Саша, или вы имитируете? Нет, я говорю ему вот. Я люблю правду, потому что я хочу знать, что моя женщина чувствует, что она хочет. Но делать с этим ничего вы не хотите? На данный момент нет. Фу, это ужасно. Анна, как-то можно выйти из этого замкнутого круга? Не только можно, но и нужно. И очень важно не перекладывать ответственность во всех вопросах только на партнера, что я ем, потому что он мне не говорит, а я ем, потому что она не такая, как я хочу ее увидеть. Очень важно попробовать насладиться своими первыми результатами. Я не объедаюсь, потому что я себя хорошо чувствую. Вначале мы приводим в порядок собственное здоровье, нормализуем питание, нормализуем отношение к тому, что я готов научиться себя любить в том, что я выдерживаю свой собственный режим. Виталий, мы знаем, что есть мужчины, которым нравятся женщины в теле, есть мужчины, которым нравятся полные женщины, но есть мужчины, которым нравятся чрезмерно полные. И у этого есть определенное название. Что это вообще такое? Есть такое течение, называют эти люди себя фидерами, от английского to fit, это кормить. Это люди, которых не просто возбуждает, которым не просто нравится партнер с большим весом, а им действительно нравится партнер огромного веса. И почему фидерами они себя называют, потому что они откармливают своего партнера до колоссальных романных размеров. И один из таких примеров, зарегистрированных рекордов Гиннеса, мужчина откормил женщину свою до 381 килограмма. Это, безусловно, нездоровая конструкция, безусловно, женщина с таким весом там вообще не то, что о здоровье речь не идет, в принципе, это угрожает для жизни, она становится абсолютно беспомощной, она не в состоянии не обслужить себя, не сделать ничего. Виталий, чем чревато это? Ну, просто набрать огромное количество килограммов, понятно, рядом мужчина, который получает от этого удовольствие, но... Это аналог отношений жертвы и тирана, где, с одной стороны, женщина, которая чувствует одиночество, которая хочет, чтобы ее любили, хочет внимания, и она чувствует себя ненужной, у нее масса комплексов по поводу ее веса. И в этот момент появляется мужчина, который не просто ее принимает такой, как она есть, а наоборот, восхищается ею, гордится ею, радуется. Так вот и начинаются эти чудные отношения, в кавычках чудные, потому что потом они приводят к тому, что этот вес набирается, набирается и заканчивается смертельным исходом. Ну что ж, а у нас есть возможность из первых уст узнать о таком явлении, как фидеры. Давайте послушаем историю. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Виктор. Мне Татьяна. Очень приятно. Ну, рассказывайте свою историю. Ну, я встретился с Таней на дне рождения у друга, вот, потом пригласил ее в кафе, вот, там посидели, покушали, вот, ну, и как бы... А сколько Таня весила тогда? Когда вы познакомились? Где-то около 5-7 килограммов. Мне просто нравится полная девушка, поэтому я на нее обратил внимание. Мне Таня сразу понравилась, показалась мне чересчур обаятельна, как бы, ну, так вот, ну, завоевала меня. А как давно вы вместе? Ну, где-то около полугода уже. А сколько вам лет? Мне 39 лет. А вам? 25. Вы пошли, покушали, вы говорите? Начали мы встречаться где-то через неделю, Таня уже переехала ко мне домой жить. Сейчас мы живем... Вы влюбились? Да, да, это произошло. А привлекло вас тело Татьяны? Или душа? И тело тоже. Ну, и душа, первое дело, ну, и тело тоже мне нравится, да. Сейчас сколько вы весите? 130. То есть вы за полгода набрали 30 килограммов? Да. С вашей помощью? Ну, да, да, конечно. Я просто покупаю постоянно какие-то сладости, пирожные всякие, то есть такое там. Мне нравится Наполеон, там иногда балуюсь, там могу Наполеон испечь там в качестве какого-то подарка. То есть, ну, А вы почему это делаете? Вам нравится вот как она ест? Или вам нравится потом результат? То, что Таня набирает вес, вам нравится? Да, нравится. Чистой воды фидер. Ну, так, чтобы не сказать больше. Хочешь большой и чистой любви. А сколько бы вы хотели, чтобы Таня максимально набрала? Даже если дойдет там до 170-180, мне это не остановит. Не остановит. Танечка, а вас это остановит? Конечно. Но сейчас вам комфортно в своем весе? Ну, я не вижу прям такую уж проблему. Вы всегда были крупной? Да. А то, что вы поправились до 130 за полгода, вас не смущает? Смущает. Вы хотите похудеть? Ну, килограмм на 10-20 можно. То есть до 110 где-то, да? Ну, да. Давайте перейдем к самому интересному. Как у вас обстоят дела с интимной жизнью? Мне нравится, мне нормально. Я думаю, что Таня тоже. Абсолютно. Да, все хорошо? Все отлично, да. Насколько разнообразный у вас секс? Ну, настолько, сколько мы хотим, в принципе, мы не ощущаем какого-то там дискомфорта. А позы какие вы используете? Вот, какие захотели, такие использовали. То есть любые у вас? Конечно. Вы сверху? Пробуем, конечно, я сверху. Нормально? Да, да. А какая ваша самая любимая поза? Ну, сбоку, наверное. На боку. Да. Это вагинальный или анальный секс? Вагинальный. Вы оргазм испытываете? Естественно. Регулярно? Регулярно. От чего удовольствие получаете больше? От Наполеона или от мужчины своего? Сначала от Наполеона, а потом секс. Это как вишенка на Наполеоне? Наверное. Вы хотите что-то сказать, да? Скажите, пожалуйста. Я ничего красивого или сексуального в такой горе жира не вижу. Как вы с ней сексом занимаетесь? Я бы не смог. Спасибо. А вы не задумываетесь о том, как это отражается на здоровье, Таня? А ты говорите, до 170. Какой у вас рост? Метр семьдесят три. Метр семьдесят три. Вот она будет весить 170 килограммов. Ну, нет, над этим вопросом я, кстати, не задумывался. А я рекомендую вам уже прямо сейчас задуматься и посмотреть в интернете это видео, на котором вот этот мужчина, который попал в книгу рекордов Гиннеса, выкладывает видео, как он купает свою женщину эту, как он ухаживает за ней, которая 381 килограмм. Я вам хочу сказать, зрелище явно не для слабонервных. Дорогие мои, пожалуйста, скажите вот свое мнение по этому поводу. Можете передать микрофон? Ну, у нас сомнения по поводу возможности иметь детей. С таким весом, я считаю, что это как бы это крест на том, чтобы стать матерью. Танечка, а вы задумывались об этом? Естественно, задумывалась, но на данный момент пока нам хорошо вдвоем, мы в дальнейшем, как припечу, тогда уже будем что-то делать. Я вижу, что вы хотите что-то сказать, вы можете высказаться. 25 лет, это не так поздно, чтобы хотеть детей. Например, мне скоро так уж 25, у меня детей нет, и честно говоря, и пока что я не хочу. Для девочек это нормально. Спасибо. Скажите, пожалуйста, почему вы хотите накормить молодую 25-летнюю девушку, которая вас гораздо моложе Наполеоном, но при этом вы не делаете ей, например, предложение? Кормите ее, как законную жену. У меня в планах есть осенью, наверное, сделаю предложение уже официально. А вдруг вы до осени передумаете, найдете кого-то полнее, и потом останется она одна со своими 130-ю? Да нет, я не думаю, что я делаю это. Но вы не боитесь того, что этот человек вас откормит, а потом бросит? Да нет. Совет за любовь. Виталий, каковы причины вот такой любви к таким пышным формам? Управляет этими людьми абсолютная жажда власти, которую они хотят получить, фактически, сделав человека-партнера беспомощным. И, безусловно, это эгоизм. Юля, скажите, а вы никогда не задумывались о том, что отчасти есть ваша вина в том, что Саша набрал такое количество лишних килограммов? Ну, как бы не особо. Все виновата. Юля, проблема в том, что я вечером прихожу к любимому женам. Жена готовила покушать. Вкусно. Я бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. То есть у меня меры нету. Мне говорили, всегда вставай со стола с чувством легкого голода. И как? Ну, не получается. Ну, когда стоит перед тобой мисковареников вкусных, домашних. Так, а не готовить в таком количестве? А рука таки тянется и тянется, понимаете? Настя, хотела бы услышать ваше мнение по поводу нашей второй пары. Вы видите, что Юля по комплекции немного больше, чем вы. Но при этом она не комплексует настолько, насколько комплексуете вы. Что вы думаете по этому поводу? Я считаю, что очень важно себя комфортно чувствовать в своем весе. Я, допустим, себя не чувствую комфортно. И даже сейчас? И даже сейчас. А Юле хорошо. А вам комплименты посторонние мужчины делают? Делают, конечно. Юлечка, а вам? Ну, как бы, да. Там на работе хорошо выглядишь вот в таком плане. Юля, Настя, вопрос к обеим. Как вы думаете, мужчинам больше нравятся худышки или девушки более полные в теле, так скажем? Я считаю, что мужчины не любят, чтобы она была худая. Юля, а вы как думаете? Мне кажется, с формами. То есть попа, там грудь. Ну, с тройной талией. Давайте еще попробуем узнать мнение зала. Кто хочет, возьмите, пожалуйста, микрофон. Как вы думаете, какие женщины мужчинам больше нравятся? В моей жизни было два брака по 15 лет, и оба мои мужчины, мои мужья, как раз были приверженцами того, чтобы у женщины были формы. То есть, они, конечно, не допускали излишки веса, но чтобы была пышная грудь и пышные бедра, и тот, и другой мой муж всегда были за. Еще кто-то хочет сказать, да? Был как-то случай в моей жизни такой. Встречалась я с молодым человеком, и он мне говорит, слушай, ну ты вот пришла ко мне на свидание, ты вроде бы как похудела. Может, ты поправишься? Прихожу на следующий раз, о, ты поправилась, может, ты похудеешь? И так продолжалось какое-то время, и потом в конечном итоге оказалось, что ему просто реально нравятся не совсем худышки. На самом деле, да, правильно говорили, что на кости не каждый мужчина бросается. Мужчины, не хотите нам сказать, какие женщины вам нравятся? Мужчины любят глазами, а у худой девушки смотреть не на что, поэтому я однозначно за обычные формы. Я категорически не согласен, потому что девушка должна быть стройная, худенькая, и для меня, если она более 50 килограмм, она жирная и не сексуальная. Ну что ж, мы решили экспериментальным путем выяснить, какие же все-таки женщины нравятся больше мужчинам, худые или полные. Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Просто сейчас мы проверим, кому надают перевагу украинские мужчины. Худеньким, за их честь бородиметься Инна, или все-таки девушкам с пышными формами, таким, как Настя. Леди, ну что, до работы! Добрый день. Здравствуйте. Мы проводим социальный эксперимент. Сьогодні маєте прекрасную нагоду обрати одну из наших чарильных девчат, чтобы она помила лобовое скло в вашем автомобиле. Это абсолютно безкоштовно. Лише оберите красивейшую на ваш погляд и вручите ей ось эту пелюстку. Так, девочки. мне подобаются струнки худенькие девчатам. тоненькие. Симпатичная, стройненькая, молодая. Что еще надо? Замечательно. Добрый. Я больше противник модельных стандартей. Так понравилась она мне. Худенькая таллия. Ну, ножки, тоненькие. Невже усі чоловіки все-таки віддають перевагу худеньким таллиям? А жінки праві в тому, що катують себе дієтами. Такая интересная. Видно работящим. Хорошо мыть, но не видно. На груди больше подобаются человекам, чтобы было за что взяти и, так сказать, все на месте, там, где нужно. Мне очень нравится эта габарита. Очень хотелось, чтобы каждый день такая девчина помила твою машинку. Давай, пожалуйста. Ну, та у вас трошки худая. Я боюсь, что она будет тягать по моему лобовому стеклу, ей будет тяжко. А вы ее не кормите, еще упадет за вітром. А эта как раз хорошо, симпатичная. Пожалуйста, спасибо за мою. Мне девчата подобаются не худышки, мне подобаются девчата с формами, чтобы девчине было все красиво, кругло. Ну, как вам? Хорошо, отлично. Ну, я думаю, что тут выбор очевидный, так как я своего рода эстет, то я выбираю девчину в червоном плаце. Девчина имеет хорошие, чудовие формы, более сильные не до европейских, а проукраинских таких женок сельской зовнишности. Червоний пилюк. Я предпочитаю более вкусных девушек. Я побачил, сразу понимал, что только она сможет так игно помить. А чему? Ну, это интуитивное внутреннее решение. До конца лета можно будет не мыть. После такой мыки. Один липец только. Так, одна пилюстка. Ну что? Не знаю, тебе какая больше подобается? Мне худее. Я поддерживаю твой выбор. Мне тоже. Мне подобаются более худее женщины, девчата. Так, как вот дружина. Очень приятно. Я хочу вот это красавство. Красавство. Вообще-то самая лучшая красивая девушка здесь. Это я, твоя девушка. Мы уже можем подсумывать. Отже, у змаганья с металобового скла перемогла Настя. Вона забрала 23 полюстки из 30. Это означает, что украинским человекам больше подобаются красуни с пышными формами. Николай Иванович, ну, как мы видим по результатам нашего эксперимента, высказывания нашей аудитории, мужчин, все все-таки за то, что нравится больше женщины пышных форм. Скажите, это только в нашей стране? В нашей стране мы видим, что женщины с более пышными формами нравятся больше мужчинам, которые постарше, ну, и мужчинам, которые живут не в городской местности. Что касается других стран, ну, например, в Израиле, Франции законодательно утвердили, что запрещены фотомодели, у которых индекс массы тела меньше 18,5. На мадридском показе мод тоже запретили модели, у которых индекс меньше 18. Ну, и это движение с одной стороны как бы подсознательно, но мы видим, когда реклама худых моделей приводит, в конце концов, к анорексии. Ричард, мне кажется, у многих есть такой вопрос, и всем кажется, что твоя девушка супермодель. Это правда? Нет, моя девушка не супермодель, моя девушка с пышными формами. И опять-таки, я на свою девушку смотрю не как на кусок мяса, я смотрю на нее как на личность. Это та женщина, с которой идет сейчас со мной по жизни уже два года, и я понимаю прекрасно, что она может набрать килограммы, но это моя женщина. К нам в студию пришла девушка, которая именно благодаря своим пышным формам купается во внимании мужчин, и я вам хочу сказать, что еще и хорошо зарабатывает. Встречайте, Марго. Прошу, пожалуйста, на стул. Здравствуйте. Здравствуйте. Марго, так, к вам можно обращаться. Да. Начнем с того, сколько вам лет? 37. Сколько вы весите? 95. Какой у вас рост? Метр 63. Вы всегда были вспышными формами? Большую часть жизни, да. В какой момент вы поняли, что вы можете успешно этим пользоваться? После развода с мужем. Ну, наверное, тогда расскажите сначала. Я так понимаю, что у вас были какие-то проблемы с лишним весом, да, по жизни? Вы боролись с лишним весом или нет? Нет, я с ним никогда не боролась. Он у меня был. Я никогда не комплексовала по поводу своего веса. В принципе. Сколько вы прожили с мужем? 13 лет. Почему разошлись? В бытовом плане мы не находили общий язык. При этом нам в постели всегда было комфортно. После развода я поняла, насколько я люблю секс. Это неплохой, на самом деле, заработок. Причем это та профессия, которая мне действительно доставляет удовольствие. Профессия кого? Ну, проститутки, получается. Как это у вас вообще произошло впервые? Ну, вот, что вы взяли деньги за секс? Я оформила анкету в онлайне, на сайте знакомств. И когда мне несколько раз предложили секс на платной основе, я поняла, что я действительно этим могу зарабатывать неплохие деньги. Но вы не совсем соответствуете общепринятым стандартам? Не соответствую. И в этом ваш плюс или минус? Мой плюс. Вам за это платят больше? Чем обычной классической девушке по вызову? Ну, можно так сказать. И больше, и чаще. Сколько, простите, за такой вопрос вам платят? Минимальная цена 400 гривен это классический секс. Максимальная цена 3000 гривен это БДСМ тематика. Хорошо. Расскажите, как ваша комплекция помогает вам в вашей профессии? Я уютная, со мной комфортно. Были случаи, когда я говорю, ой, наверное, мне бы так скинуть килограмм пять. Не, не надо, не стоит, вот такой оставайся. Это вам клиент говорил? Да, и не один клиент. У меня есть знакомые, которые занимаются тем же самым. Я больше пользуюсь спросом, чем, например, мои знакомые, которые, ну, можно сказать, модельной внешности. Скажите, сколько мужчин в сутки вы обслуживаете? Всегда по-разному, в среднем, около семи. А удовольствие вы получаете? Да. И оргазм испытываете? Да. А у вас есть отношения с клиентами? Да, есть. Один, их два. На данном этапе два. Они знают о существовании друг друга? Нет. А вы поэтому в маске? Да. Мы хотим посмотреть, какая вы привлекательная. Что, простите? Хотим посмотреть, какая вы привлекательная лицом. я попытаюсь. Ну, я попытаюсь. милая в любом случае. Это однозначно. Как выяснилось. Дети у вас есть? У меня дочь, 19 лет. Она знает, чем вы занимаетесь? Да. И что она по этому поводу думает? Это работа. Такая же, как бухгалтер, такая же, как учитель. А она не занимается этим? Нет. А вы хотели бы, чтобы она этим занималась? Нет. Вы к этому спокойно относитесь? Если она придет и скажет, мам, ты знаешь, мне понравилось то, чем ты занимаешься, я тоже, наверное, хотела бы. Или бы вы не пожелали ей такой судьбы? Я и не пожелала бы. Более того, если бы она ко мне пришла и сообщила мне об этом, я бы просто рассказала ей о всех недостатках и неприятных моментах в этой профессии. Человек поделился с нами откровенно своим опытом, своей жизнью. Мы вам за это очень благодарны. Спасибо вам большое. Спасибо. Виталий, Скажите вам, пожалуйста, почему одни женщины комплексуют, очень переживают по поводу своего веса, другие же считают свой лишний вес своим преимуществом, радуются этому и получают удовольствие? Ну, наконец, мы подошли к корню проблемы, и меня это радует, что действительно в основе всех расстройств пищевого поведения лежит сниженная самооценка. Формирование самооценки уходит корнями в детство. И когда речь идет о женщинах, у которых есть расстройства пищевого поведения, то мы очень часто находим критику, которая была в детстве, прежде всего от самых близких людей, от наших родителей. Мы находим сравнение с другими людьми. И вот оттуда чаще всего и зарождается вот эта вот неуверенность в себе, неуверенность, что я действительно красивая. Настенька, вопрос вытекает из всего вышесказанного. Каким было ваше детство? Я была худышкой буквально до второго класса. Потом я начала резко набирать вес. Моя добрая бабуля постоянно пыталась меня накормить. Меня отправляли к ней на лето, то есть три месяца в году я была у нее. И за эти три месяца я постоянно должна была кушать и кушать и кушать. Соответственно, в третьем классе я вернулась с моря, ну, бабушка моя на море жила. Таким пончиком меня даже родная мать не узнала. И как на это реагировали окружающие? Все мы знаем, насколько жестоки дети. Особенно дети-подростки. Меня обзывали, меня обижали, мне тыкали моим лишним весом. Обзывали толстухой, жиртрестом. И это вас больно ранило? Конечно, конечно. Вы переживали по этому поводу сильно. Я очень переживала, у меня была жуткая депрессия практически в самое детство по этому поводу. В 18 лет я вышла замуж и забеременела. В 19 лет я родила и похудела. После того, как вы похудели, вы видели своих одноклассников? Встречалась. Встречаюсь до сих пор. И как? Мне постоянно делают комплименты, хорошо выглядишь, молодец. Какое-то чувство удовлетворения у вас наступило, что вы доказали, вы другая? Когда просматриваешь фотографии этих одноклассников, которые с тебя смеялись, и смотришь, а у него девушка такая килограмм 150, вот тогда удовлетворение есть. Мне кажется, все становится ясным, откуда вот эта паническая боязнь набрать хотя бы один лишний килограмм. Виталий, вот возможно у нас есть мамы, дети, которые ходят в школу, и у них есть проблемы с лишним весом, над ними издеваются, их дразнят. Что делать? Останавливать одноклассников, вмешиваться, общаться с педагогами и стараться не допускать таких ситуаций вообще в принципе в школе. При малейшей такой ситуации, когда ребенок закрывается в себе, либо как-то его меняется эмоциональное состояние, пытаться поговорить, выяснить и в крайнем случае уже обращаться к специалисту. Мамы, папы должны социально адаптировать ребенка к тому, чтобы он изменил образ жизни, перестать его раскармливать, научить его дружить, дать ему тему в жизни, на почве которой он будет общаться с другими детьми. Дайте своим детям тему и здоровый образ жизни. Тогда проблем не будет. К сожалению, Настя не может вернуться в прошлое, чтобы дать отпор своим одноклассникам, но мы постарались приложить усилия, чтобы каким-то образом помочь пережить и преодолеть эту детскую травму. И решили предложить Насте поучаствовать в эксперименте. Что из этого получилось? Давайте посмотрим. Настя, ты готова встретиться со своими детскими страхами? Да, я готова. Для этого мне нужно закрыть тебе глаза. Хорошо. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Тебе напомнило это из детства, какие-то ситуации. кусок моего из детства, который я не хочу вспоминать. Такое себе эхо из прошлого. Секунду. Я была толстая, мордастая, щекастая девочка. Много ела, ничего с собой не делала. Я не могла быть популярной, интересной для кого-то. Я была просто толстой, некрасивой. За мной издевались, с меня прикалывались. Я не имела ни парня, ни толком друзей. Было ужасно больно. А как это повлияло на сегодняшнюю твою жизнь? Как ты думаешь? Я думаю, что я просто начала закрываться. Я пытаюсь показаться такой болевой бабой, сильной, красивой. Но себя я подобно не считаю до сих пор. Душа я осталась все-таки той же толстухой, никому не нужной, никому не интересной. Когда я набираю очередной килограмм, у меня начинается жуткая паника, истерика. Я плачу. Я снимаю повязку. Тут нет никого, смотри. Да, нет. Это было твое прошлое. Правда ведь? Да. Прошлое напоминает тебе о той боли, которую ты пережила тогда. Но ты не сегодня. Это было жахливо. Мне хотелось развязать эту повязку, втекти и выбегти из комнаты. Когда мне сняли повязку, когда я увидела, что никого нет, страх минул. Настя, давай мы все-таки встретимся с реальностью. Хорошо. для этого нам нужно перейти в другую комнату. Ребята, посмотрите на эту девушку. Скажите, насколько она выглядит? Хорошо или плохо? Какова ее фигура? Какие эмоции и чувства она у вас вызывает? Мне нравится красивая девушка. Очень худенькая. Схожа на барби. Шикарная фигура. Очень приватливая. Симпатичная девушка. Она очень красивая. У нее очень сторонные и хорошие ноги. У нее роскошные волосы. Модельная фигура. У нее очень хорошие формы. Настя, я снимаю эту маску. Я в шоке, у меня нет слов. Ребята, что бы вы сказали о ней без повязки? Без повязки у нее очень красивые очи. Я не очікувала побачити такую гарну та стронку девчину, бо я чула, что не знущался, але я не поверю, вона дуже гарна. Ну, она очень красивая. Я такого никогда не слышала в свой адрес. у меня себя уже чувствовала намного лучше. Я думаю, что дети видят меня по-другому, чем вижу себя. Я взрослая, состоявшаяся, красивая. Я почувствовала себя спокойно, у меня больше ничего не грызет внутри. Я чувствую себя более уверенной. С этого момента начну себя больше любить. Я красивая. Нам удалось вернуть нашу героиню в прошлое, где она пережила свои детские психологические травмы. Она поняла, что она красивая, она достойна любви. И самое главное, что теперь она понимает, что никто не считает ее толстой. И проблемы с лишним весом у Насти нет. Настя, какие у вас впечатления остались после эксперимента? Мне стало намного легче. Мне очень сильно помог этот эксперимент. Именно в плане самооценки. Я стала реально чувствовать себя красивой, худышкой. Я не хочу больше худеть. Мне очень хочется объяснить, почему Настя так хочет контролировать вес. Дело в том, что детям, подросткам, обидчикам, их нельзя было контролировать, им нельзя было закрыть рот. А вес это что-то, что я вот так маниакально и серьезно и жестко могу либо распускать, либо собирать. Это тот контроль, который вы постоянно сохраняете для того, чтобы тем детям из прошлого мочь закрывать рот. Саша, даже вы не сдержались. Вы прослезились? У меня детство немножко по-другому было. Расскажите нам. Да нормальное веселое детство. Ну только без родителей. У меня родная сестра, у нас одна мама разные отцы. Своего отца родного я не знал. Вот и получается, что мать меня бросила меня и сестру, когда было мне пять или шесть лет. Сестра на год младше. Нас воспитывал ее папа родной, мой отчим. Но проблема была в том, что он хотел от меня как бы одним способом избавиться. В смысле? Ну отдать в интернат, в приют. А почему? Ну не справлялся человек 22 года, не знаю сколько там ему было. Ну просто он говорил, что я не справляюсь с двумя детьми. Мама почему ушла, вы не знаете? Человек ветер. Пошла и все. А вы помните хоть какой-нибудь момент своей жизни с мамой? Помню. В деревне картошку чистили вместе. Все? Да. А как воспитывал вас отчим? По-разному. Я не выдерживал его насилия. Потому что когда он напивался, то есть летело все, в ход. Он вас сбил, да? Ну не только меня, а сестру. Был случай, когда мы жили в Ровно в общежитии. Он пришел пьяный, он не мог открыть консервы. Я говорю, давай я тебе помогу. Ах, ты меня послал. То есть эту консерву запустил у меня. До сих пор шрам остался. Вот эта его неуравновешенность привела к тому, что его лишили религинических прав. Его сестра троюродная приютила мою сестру родную. А вас? Я убегал с дома, как бы бомжевал на улице, там, подвалы, подъезды. Сколько вам было лет, когда это произошло? Лет 8-10, где-то так. Я жил сам по себе. Попадал в приюты, в интернаты, в Киеве здесь бомжевал. Вот в этот период вам часто приходилось голодать? Да, бывало по 3 дня, по 4 дня, что он терял сознание. Для того, чтобы прояснить некоторые детали Александра, мы решили провести непростой эксперимент. Давайте посмотрим, что получилось. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня проведем эксперимент, который позволит вернуться в ваше детство и попробовать вспомнить события, которые с вами могли произойти. Для этого мы снимем показатель энцефалографа. Попробуем. вам нужно будет смотреть внимательно на экран. Хорошо. . ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы можете снять электроды. По результатам теста можно сказать, что у вас очень сильно выраженная была реакция на ролик, где было сексуальное домогательство женщины над мальчиком. Потом был момент, где сексуальное домогательство с мужчиной, оно вызывает очень большой всплеск национальный. Ну да. Как бы да. Если честно, я не ожидал такого. Вообще не ожидал. После того, как я смотрел видео, в один момент я вернулся обратно, в то время, в котором я жил. Только сейчас вспоминаю, что я попал в бренд к цыганам. Насилие было. Меня убивали, делали какие-то непристойные вещи. Бренд даже насиливали в сексуальном плане. Появилась какая-то жалость к себе. Ну, хотелось плакать. Александр пытался закрыть свое сознание на прошлое, но таким образом решение вопроса невозможно. Чтобы помочь Александру поставить остаточную крапку на минулих переживаниях и страхах, мы предложили ему продолжить эксперимент и встретиться с найближчей для него человеком. Что вы видите в зеркале? Узрослого мужчину, будущего отца, семьянина. А сейчас? Увидел свою детскую фотографию. Ребенка. Бездомного мужчинка вижу. У вас есть возможность пообщаться с самим собой, попробовать предостеречь от чего-то. Саша, я думал, что тебе надо реально взяться за ум, чтобы потом не жалеть о том, что ты сделаешь в этой жизни. У тебя появятся такие вот друзья, которые тебя научат нюхать клей. Ты станешь токсикоманом на долгое время. И из-за этой глупости ты чуть не погибнешь. Очень, когда будет напиваться, Саша, будут жестокость в тебе проявлять. Вот что под руку попадет у него, то и бросит. Тарелку там, топор может бросить. Поэтому ты избежишь из дома. Ты станешь бомжом, ты будешь бросать милость у него. Опасностей в твоей жизни будет очень много. Твое тело используются как одноразовый стаканчик. Тебя прождесят номер, ты выпьешь вина, тебя изнасилуют очень-очень жестко. Тебе будет противно целоваться, потому что у тебя будет психологическая травма. Саша, ты будешь брошенным и ненужным абсолютно никому. Но когда вырастешь, 24 года, ты встретишь девушку Юлию, я тебя очень хочу. Не обижай эту девушку. Люби, потому что этот человек действительно тот, с которым ты проживешь, мне кажется, всю жизнь. Но как я увидел зеркало и увидел свою детскую фотографию, я был в шоке, если честно. Закатилось сразу убежать. Просто уйти. Как-то была такая боязнь, страх, боль. Я вот с каждым днем, когда становился взрослее, я думал, что я забуду свое детство. Я бы не мог себе представить такое, что мое детство влияет на мою взрослую жизнь. Данный эксперимент, коли Александра, был не полезен тем, что он увидел те страхи или переживания, которые находятся в нем самом. Теперь Александр может осознанно расстаться со своими проблемами и начать строить жизнь с любимым человеком так, как он хочет. Саша, я вам хочу сказать, что давно у меня от истории наших героев настолько не болело внутри. И я сижу и сама еле сдерживаю эмоции. При том, что я видела уже здесь очень много историй. Детство ваше, мне кажется, мягко говоря, было непростым. Насколько я поняла, вы некоторые факты своей биографии просто забыли. Если можете нам рассказать, что это за история, как вы вообще попали к цыганам? Насколько я помню, как отчим рассказывал, что приехала мать. Ну, я не знаю, сколько мне там. Четыре годика было, три годика было. Взяла мешок сахара. Юля, скажите, пожалуйста, вы знали об этом? Он все это мне рассказал. Это раз было мне рассказано, я это услышала. Больше мы эту тему не понимали, так как это очень больно. Ну, я видела, что вы, сидя рядом, тоже еле сдерживали эмоции. Ну, конечно. Вы знаете, в такой момент происходит какой-то переворот. И вот изначально сидит человек, говорит какие-то пренебрежительные вещи, вроде бы, по отношению к человеку, который сидит рядом. И мы все на него злимся и хотим его осудить. А сейчас я вижу, что все женщины сидят, рыдают, вытирают слезы. Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, от чего это. Идем, 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 подышишь. Дудечку дайте. Подышишь, все нормально. Это нормальная реакция твоего мозга. Я понимаю, когда активируются такие воспоминания, то реально разрывает, просто на части. Вот и надо делать, понимаешь? Сейчас успокоишься. Все нормально, выдыхай. Ты молодец, слышишь меня? Ты молодец, ты очень, очень сильный. Ты молодец. Ты на самом деле, когда выводишь эти все штуки из прошлого, ты реально очищаешься от них, понимаешь? Может быть. Это не может быть. Это я тебе говорю, как человек, работающий с психотравмой. Поэтому я понимаю твое состояние. Это нормально. Ты можешь перезаписать свою память, понимаешь? И мы тебе поможем. Ну как, ты готов? Да. Идем. Извините, что я так... Сашенька, вам ни в коем случае не нужно извиняться. Это мы вам благодарны за вашу искренность, откровенность и за ваши неподдельные эмоции. Поэтому, если вам не сложно, я вижу, что вы уже преодолели, взялись в руки. Да, я собрался уже, да. Расскажите нам эту историю до конца, чтобы люди понимали, что потом толкает на определенные слова и поступки, которые человеку, живущему рядом, больно слышать. По истории моего отчима, мать приехала к нему, взяла... На то время там было много. Мешок с сахаром, картошки там, я не знаю, сколько мешков. И поехала то ли в Сибирь, то ли еще куда-то. Так толком мне не рассказал. Чтобы в залога забрать. Она меня оставила в залог. Отец рассказывал, когда я приехал маленьким, я был очень сорванным ребенком. Ко мне вообще нельзя было подойти. Был смешной случай, когда соседка рассказывала по деревне, говорит, я жарю котлеты, ты приходишь, дай котлету. Она говорит, не дам. Дай котлету, не дам. Дай котлеты, а то зарежу. Ну как может быть ребенок в таком вот маленьком возрасте уже... Зарежу за котлету. Думать про этот нож, про это убийство. Насилие, о котором мы вспоминали. Да. Это произошло... Ну я просто никому это не рассказывал. Был случай, когда... Ну я не знаю, мне лет было 15, наверное. Когда поехал со своим первым шефом в Крым. Мы остановились в отеле. Потому что он устал от машины. Я вышел погулять. Интересно посмотреть город, как бы, Крым. Возвращаюсь в отель. Сидела барышня. Лет сорока, наверное. Попросила меня занести сумки ей в номер. Ну и я согласился, там... Помог ей... Сколько лет было? Ну лет 15. Помог в номер занести сумки. Она... Ой, молодой человек, спасибо, что вы мне помогли. Не хотите ли со мной выпить вина? Ну, чтоб молодой, зеленый, дурной. О чем бы не? Подумаешь, ну не водка же ж, вино. Ну когда я выпил этого вина... Меня немножко по шарам дало. И она этим воспользовалась. Изнасиловала, грубо говоря. Она сделала одну вещь, Которой мне до сих пор противно. Делать любимой своей девушке. Оральный секс. Она вас заставила? Она просто своим женским... Началом. Да. Добилась своего. И поэтому... Не целоваться, Не делать такую штуку я не могу. Сразу... Клинит, и все. И как бы вот... Травмирующие события наложили серьезный очень отпечаток. И на сексуальную жизнь в том числе. Но проблема здесь в том, Что этот опыт никуда не девается. Он записывается в нашей травматической памяти. И потом, когда возникает похожая ситуация, То есть ассоциативный ряд срабатывает. Это лечится. Есть прекрасные сейчас современные методы Работать с психологической травмой. Да, это не раз. Но вы первый шаг сделали. От этого можно избавиться, И будут у вас прекрасные прелюдии, И оральный секс. Я уверен в этом. Саша, вы говорили, Что хотели заняться сексом В общественном месте где-то, да? Хотелось экстрима. Но Юля вам отказывала в этом. Да. И для того, чтобы помочь нашим героям Подсказать, Как же все-таки можно разнообразить Свою сексуальную жизнь, Вы предложили поучаствовать В небольшом эксперименте. А давайте посмотрим, Что из этого получилось. Здравствуйте. 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 Меня зовут Людмила. Александр. Юля. Очень приятно. Сегодня мы с вами Поймем, Что секс может быть разнообразным. Даже с учетом лишнего веса. Вы можете снять свои халаты. Прекрасно. У меня первый вопрос. Какая поза у вас является Самой актуальной? Ну, она сверху. Я сейчас вас попрошу Продемонстрировать эту позу. Так, как вы обычно это делаете Вот в стандартном варианте. Давай, ручки. Аккуратнее. Женщина. Для вас эта позиция Достаточно сложная. Потому что Вот эти движения, Они достаточно энергозатратные. И просто сводят судорога. Ноги не имеют. Поэтому В данной позиции Нам нужно приноровиться, Как делать так, Чтобы ноги периодически отдыхали. Лучше перенести вес на руки. Упираемся на партнера. И смотри. Двигаться вот так Можно. Сжимая мышцы. Сжала вниз. Расслабилась наверх. Нужно тренировать попу назад. В сторону вперед. Идет касание шейки. Матки. Можно достичь маточного оргазма. Есть еще одна позиция, Которая Очень хороша Для женского оргазма. Это Поза жабки. Нужно поставить руки Как можно ближе к себе. К своему телу. И упереться Коленями в локти. Перенести вес. Вот так. Слышно. Да-да-да, ничего страшного. Перенесла вес И пошла. Сжала, расслабилась. Она идет вниз, Партнер наверх. Сейчас Юлия ляжет В миссионерскую позицию. Стандартную. Я хочу увидеть то, Как вы это делаете. Ну как? Ну и так берем. Вот. Ну я люблю еще как бы. Вот так же. Но ей неудобно. Ей мешает вес, Юлия. Мешает вес. Просто не достает. Когда у вас есть Лишние габариты, Да. Нужно облегчать Участь партнерши и партнера Подкладыванием подушек Под таз. Тогда таз становится выше. И нет потребности Закидывать ноги за уши. Сударыня, будьте любезны. Вот. Вашу попу. Уже полностью партнер Практически в партнершу. Так же можно закидывать Ноги на плечи. Вот попробуйте сейчас Это сделать. Угу. И вы уже видите, Что уже есть Полный контакт, да? За счет того, Что она выше. Ну да. Таз наверху. Да. Неудобно. Наша следующая точка назначения Это обычная колено-кистевая позиция. Как вы это делаете? Прошу вас. Сударь. Так тяжело работать. Есть такой вот интересный вариант. Саша, сядьте на пяточки. Попробуй. А Юлечка встает. Ага. И пошла. Вверх-вниз. Так это вообще можно телек смотреть. Да. Смотрите, что здесь хорошо. Саша не утруждается сильно. Ну да. И Юля за счет того, Что Саша тянет Юлю за таз. Да? То есть ей особо не нужно напрягать ноги. Наша следующая поза на боку. Вот мы легли, да? Но немножко животик мешает контакту. Ага. Поэтому Юлечка, ложимся. Ручку под голову. И ножки к себе прижала. Раз. Сашенька сползает. Чуть-чуть под углом. Не прижимается к Юле. Так. А вот туда еще назад. Да. И вот эту ножку можно перекинуть вот так. Вот. Полный контакт. Можно также поднять Юлину ногу наверх. И держать ее на весу. Партнер в этот момент помогает держать ногу. А, ну да. И доступ к половым органам женщины, опять же, лучше. Я думаю, что на первый раз вам достаточно. Мы показали классику. Просто немножко трансформировали позиции под ваше телосложение. Спасибо большое. Спасибо. Я мечтал попробовать секс в экстремальных условиях, в людном месте. Но такого я даже не ожидал. Вот. Ну, сегодня, ну, у меня просто нету слов, как это все описать. Это очень взрыв просто. Мы с Юлей обязательно попробуем у себя дома эти позы. Когда только начинался мастер-класс, очень нервничала. Люди вокруг смотрели и очень некомфортно было. Но в процессе я очень сильно увлеклась. И мне понравилось. И я отвлеклась от внешнего мира. У меня просто шикарные эмоции. Очень много полезного для себя поняла. Как чтобы было хорошо мне, Саш. И чтобы все получали удовольствие. Ну и, конечно же, мой вопрос. Попробовали ли вы это дома? Да. Мы вот, если честно, вот после эксперимента пробовали. И как? Вещь. Юля, а вам как? Безумно понравилось. Что именно, эксперименты или потом дома? Вообще даже эксперименты, обстановка полностью. Как бы я даже не ожидала, что я смогу в этом. Пожалели, да? Не соглашались раньше. Да. Анна. Ну, а теперь, наверное, финальный вопрос. Как женщинам с лишним весом, да полным женщинам, научиться любить себя, принимать и не изнеможать себя диетами? Прежде всего договориться с собой, что я уже с уважением отношусь к себе сейчас, а не только потом, когда и если я похудею. Избавиться сразу от всей той одежды или белья, которая подчеркивает ваше недовольство собой. Ничего не должно жать, тереть и каким-то образом мешать. Следующий момент. Договоритесь с собой, что вы так или иначе не будете устраивать диету в виде того, что вас отвращает. То есть это не будут те продукты, которые, да, признаны диетическими, но от которых вас мутит. Важно понимать, что я буду есть для того, чтобы поддерживать себя в форме. Я буду есть для того, чтобы правильно и разумно худеть. А не есть я не буду. Саша, я знаю, что вы уже готовы сделать первый шаг к изменениям в своей жизни. Вы подготовили небольшой сюрприз. И можете, в общем-то, сделать его прямо сейчас. Вы готовы? Да. Зай, мы с тобой четыре года уже вместе. Я хочу, чтобы ты, как бы, всю жизнь это провел со мной. Чтобы мы любили друг друга всю жизнь. Чтобы у нас было много детей. И чтобы мы наслаждались друг другом. Чтобы у нас все было хорошо. Зай, ты выйдешь за меня сам? АПЛОДИСМЕНТЫ Я так такое люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ Они даже чуть-чуть поцеловались. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я такое люблю. Да. И мы да еще слышать. А то обычно. Я подумаю. А тут все четко, ясно, понятно. Я вижу тут и Настя с Мишей об радость. Волька! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И просто один такой вопрос. Настенька, вы случайно не передумали? Может быть, вы все-таки захотите родить от Миши ребенка? Я подумаю надо чего-то. Браво! Надеюсь, сегодня ночью. Надеюсь. Ну, я думаю, не зря мы тут, ребята, сегодня посидели. АПЛОДИСМЕНТЫ У каждого веса есть свои ценители, поэтому не изводите себя диетами понапрасну. Но если лишние килограммы мешают вам наслаждаться жизнью и сексом, выбирайте только здоровые методы похудения. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Я очень рада вас видеть. Хотелось бы узнать, изменилась ли как-то ваша жизнь за то время, что мы с вами не виделись? Да, изменилась. У нас меньше ссор. Юля, скажите мне только честно, Саша не так сильно вас критикуют? Критикуют. Вообще критикуют? Ну, на данный момент Саша меня уже не критикует. Вообще. Да. Я понял, что я был неправ. Надо начинать из себя, а потом уже смотреть на других. В еде начали себя ограничать? Да. Мы стали меньше кушать, следим за весом. Как и договорились, вместе ходим в спортзал. Начинаем ходить. После эксперимента, который с вами проводили, показывали вам определенные позы, использовали ли вы их и изменилась ли как-то ваша интимная жизнь? Конечно, мы использовали новые позы. Стало ярче наша интимная жизнь. Для меня удобнее некоторые позы, потому что до этого было просто невозможно. Ну что, у меня остался последний вопрос. Дата свадьбы? В следующем году. В следующем году, да. Я хочу пожелать вам огромной, весомой, бесконечной любви. Спасибо большое. Чтобы она никогда не худела, не уменьшалась. А ваши тела были такими, какими вам самим будет нравиться. Все, целуйтесь. Спасибо. Спасибо. Хотелось бы узнать, как изменилась ваша жизнь за то время, что мы с вами не виделись. Я все-таки перестала сидеть на строгих диетах. Я перестала так себя гнобить и издеваться над собой. Продолжаете ли вы критиковать Настю? Перестал. Стараюсь больше указать комплименты, приемнейших слив. Я, не знаю, ласковище за ней ставлюсь. Это правда, Настя? Да, это правда. На самом деле, очень изменился после передачи. Он перестал комментировать. Он меня не подкалывает. Отношения стали намного теплее, приятнее и как-то сглаженнее. Сексуальная жизнь ваша как-то изменилась? Стала более регулярной. Да? И более лучшей. Почему? Что изменилось? Не знаю, она уже тут не комплексирует, как раньше. Нет? Нет, я уже так не натягиваю одеяло на все себя. Я начала понимать, что я красивая. Это важно. Я хотела задать вам самый главный вопрос, который меня беспокоит. Изменилось ли ваше отношение к рождению еще одного ребенка? Честно говоря, да. Мы уже начинаем об этом задумываться. Я готова набрать несколько килограммов. Меня это уже так не страшит. Хорошо. Желаю вам любви, бесконечного счастья, доверия. Спасибо вам огромное. Субтитры создавал DimaTorzok